Всем привет! Сегодня распаковка. Прямо сейчас я пойду получу посылку. Но это на самом деле волшебная посылка, потому что она шла нам из дома. Ее собирали наши родители целых 3 дня. Поэтому для нас она очень важная. Там не только мои вещи, там также вещи Льва и Полины. И я устрою сегодня распаковку очень важных для нас вещей. Все, поехали. Садись, садись. У меня сзади подвел, я там сзади стою дома. Спасибо большое. До свидания. Откроешь папе, Лев? Спасибо, Лев. Силач. Иди, иди Лев, ты вызывай. Тяжелая? Тяжелая. Надеюсь, что целая. Да вот уж не знаю. Правильно. Зачем? Зачем вы ее пинаете? Там мой обретик. Левенкина кофточка. Что там есть? Хорошего? Ммм. Кабеля, аудио. Наклейки. 20 килограмм. Ну что, распаковка. На самом деле, сегодня очень важная распаковка. И в ближайшее время будут еще распаковки. Но это самое важное. Потому что мы получали свои вещи, которые... Ну, не то, чтобы мы их забыли. Дело в том, что пожив какое-то время в другом месте, мы понимаем, что нам не хватает некоторых вещей. И попросили наших родителей собрать... Там был большой список, на самом деле. Там было, наверное, позиций больше 20. И даже когда на пункте приема их принимали, нас заставили писать целый список, что там именно есть с брендами и со всякими штуками. Очень тяжело было найти бренды рельсов какие-нибудь для синта или какие-нибудь модули, которые DIY, вот, например. Там очень много вещей и для льва, и для Полины, и для львенка. Да, львенок? Очень хочется верить, что доехало все хорошо. И мне держатся, мне костючка. Батарейки для Кэнон. Ого, какой острый угол. Блин, он что-то скривлен. Это новейшн пастейшн. Тут шапка. Шапка важная вещь зимой. И в этой шапке... Так, шапка новая. В этой шапке студийные наушники. Бэр Динамик. Это что такое? Это твои? Большая кипа с аудиокабелями. Вот чего не хватало. Аудио. Это... Вот это для Еврорека. Сетевые. Проводочки-то точно нормально должны были доехать. Что им будет? Маникюрные ножницы. Важный элемент для путешествующих. Ну, тут объективчик. Я думаю, что с ней все в порядке, кажется. Потому что коробочка в норме. Сейчас посмотрим. Ну, да. Объектив в порядке. Второй объектив сразу вижу. Это спидбустер для Вилдрекса. Ну, он вроде в порядке тоже. То, за что ты боялась. А за что ты боялась? Не знаю, пока еще. Это устройство моей силы. С этим устройством можно организовать место силы в любом месте. Итак, внимание. Что же тут? Та-да-дам. Протеус 2000. Это мой любимый ромплер. Кажется, он в порядке. В нем установлены платы. Помимо стандартных, которые есть в Протеусе. Поэтому для меня это очень важная вещь. У меня есть много выходов. Теперь он снова со мной. Так, вот тут что-то много всего. Львенок, смотри. Кажется, тут твоя штучка. Тут еще и лего. Держи, львенок. Лев, иди сюда скорее. Тут смотри, лего. Еще. Голова от... Тыквы. Голова от тыквы. Тут есть, смотри, удочка. И вот что-то еще. Подставочка для ноутбука. Здесь нигде не мог найти такую. Пришлось, короче, из дома привезти. Так, это одежда. Это от чего такая? Твоя? Здесь блок питания для педалей. Чокс. Кажется, тоже в порядке. Тут какие-то вещи. На, ты открой. Книжка. Мануал от Протеуса. И тут еще стикеры. iDream of Wires. Rond. Vance. Make Noise. Nerve Music. Control. Metasonic. Qubit. Даже Ableton старый. Вся жизнь, короче, здесь. Так, а это, короче... Я на принтере печатал, чтобы маркировать провода. Сейчас у меня принтера нет, но взял старые штуки. Пусть пригодятся. Мануал, кстати, на русском языке. Надо его отсканировать. Так, еще одна шапка, и в ней, наверное, что-то мягкое. Лев, кажется, там что-то тебе. Та-да-дам. Снежный голем. Или голем. Это... Молем. Держи. Там еще газ. Давай газ достанем сейчас сразу. Шапочка. Газ. Газ с пульками? Да. Можно стрельнуть? Побаловалась. Так, тут, по-моему, одежда только. Ну-ка. Полин, тут платье твое, да? Держи. Тут тоже одежда. Но тут... Что-то еще. О-о-о! Миди-экспандер попался там. От Q-Nexus. Да? Модулярные будни. Футболочка. С вышивкой. Так, пакеты, пакеты, коробки. О-о-о-о. Что это такое? А, это, кстати, Q-Nexus. Из клавиатура. Смотрите, какая маленькая. Маленькая, да удаленькая. Миди-клавиатура Q-Nexus. Поддерживает CV, USB и MIDI. Я ее очищал. У нее была такая дурацкая поверхность. И, кстати, новая прошивка. Там позволяет делать арпеджиатор и секвенсор. Но он так себе, конечно, удобный. Ну, ладно. О! Это мой любимый модуль эффектов. Блин, даже интересно, как он доехал. Все ли с ним в порядке. Суперсел. Вроде в порядке. В доме, что ли? Да там, что ли, капец вообще, сколько вещей. Раковые крепления. Для раковых синтов. Это еврорег рельсы. Коробочка, коробочка. Тут что-то еще. О, я знаю, что там. По весу уже чувствую. Так, ну, во-первых, это футболочка просто, да? Без всего. Футболочка новенькая. Босик. Спейс Эко. Кажется, в порядке. И тут, наверное, еврорег модули. Микшер. Маленький, с черной панелькой. Иди, Лев, похвастайся. Что там тебе пришло? Шлейфы. Питание. О, о, ой. А, да не, вроде в порядке. Питание 4МС для еврорега. Львенок, иди покажись. Покажись, иди, иди сюда. Львенку приехала. Это наш член семьи. Львенок. В остыля торкнет. И вот такая волшебная баночка. Тут ничего нет. Короче, это кабель-кит, который позволяет сделать без пайки провода кабеля для педалей-эффектов. Но тут еще есть кое-что. Тут есть болтики для еврорега. Здесь есть нерлисы вифака. Для того, чтобы прикручивать еврорег. Есть такие винты, которые рельсы прикручивают. Парочку переходников. Здесь хоса. Ну и сам набор, который без пайки позволяет создать нужной длины провода. Вот и все. На этом вся посылка. Давай, клади. Все, да? Аккумуляторы смотрели, да? Я вам сказала, что она не такое отправляла. Спросила ее, что вскрывали. Ее, похоже, вскрывали. И, видимо, вот... Спросила, что вскрывали. Короче, ее досматривали. Да. И мне кажется, что у Бастейшена мне кажется, у него ухо помято одно. Когда я синтезатор продавал, люди говорят, а что, коробки нету? Как же так, коробки-то вы выкидываете? Ну, вот так вот выкидываю. Оказывается, без коробок можно отправлять, доставлять. Коробки места много занимают, на самом деле. Если все коробки хранить, нужно было бы еще один дом рядом построить. Короче, у меня ударен тут... Плохо доехал, короче, Бастейшен. Да, это можно выпрямить. Бастейшн вообще у меня по жизни досталось, на самом деле. Потому что я его отпиливал вот здесь. Я его встраивал в Еврорег синтезатор. Ничего, главное, что он со мной. Потому что этот винтажный звук этого синтезатора, он очень крутой. И этот... Это мой любимый синт. Такая кривятина. Задись сюда. Такой разбойников. Он нападает на деревни. Но у моего разорителя всегда отваливается нога. Может, надо пересобрать левую ногу направо и поменять? Нет. Резинка на месте? Да, на месте. Ну, зачем он нападает, разоритель-то? Ну, он друг этих разбойников. Бык? Да, такой бык это, который разоряет всю деревню. Но у деревни есть тоже один защитник. Железный голем называется. Давайте, я вам его сейчас покажу. Вот голем. Такой малыш защитит от такого большого разорителя? Я точно не знаю, но он иногда... Ну, он, наверное, победит его. Нападает он вот так, вот двумя руками. То есть он за добрых, а тот за злых? Ага. То есть добро побеждает, зло? Да. Всегда? Ну, мне кажется, что не всегда. Но если в деревне есть, например, какой-нибудь игрок, то он наверняка победит разорителя. Если у него есть там трезубицы, энтерперл и все остальное. А если нет, кто проиграет? Я точно не знаю, но... Может и проиграть, может и выиграть. Ну, будем надеяться, что добро победит, да, зло? Ага. До скорой встречи. Пока.